ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ Спасибо большое за то, что проявляете интерес к моему контенту. На продаже появились АМХ М4-49 и М48А2 Раундпанзер. В своих легендарных внешних видах, и если легендарный внешний вид Раундпанзера мне действительно заходит, ну есть за что глазу зацепиться, то в отношении АМХ АМ4-49 я такого сказать не могу. Я сомневаюсь, что в этом есть какая-то историчность, потому что сомневаюсь в том, что французы прям красили свои танки в свет своих флагов. Ну а что касается реалистичности, ну окей, хорошо. За реалистичность еще хоть как-то можно пару баллов накинуть. Хотя выдающимся данный внешний вид абсолютно не является. Что касается самого набора. Сейчас обсудим ценник, дальше обсудим машины и выкатим АМХ из ангара. Ну а что касается М48А2 Раундпанзер, то выкатим его в следующем видео. Поэтому жмите на колокольчик, чтобы его не пропустить. Плюс к тому, ребят, абсолютно честные обзоры на данные машины есть на канале. Там есть зацен брони, сравнение с другими тачками. Мое субъективное мнение по поводу того, стоит ли их покупать, исходя из сравнения с другими машинами на уровне. Короче говоря, ссылки в описании. Переходите, смотрите на здоровье. Плюс они будут всплывать здесь в процессе видоса. Что касается самого набора. 11 500 просят за Раундпанзер и за АМХ. Дадут вам два легендарных внешних вида. Дадут вам открытое все оборудование, что позволит вам сэкономить 4 миллиона серебром. Соответственно, два слота в ангаре для того, чтобы машину туда поставить. Можно было вдруг слота у вас нет. Целых три мистических контейнера. И вот эта крашеная курица, которую я ценностью вообще никакой не считаю. И отношусь к аватарам, которые ложат в наборы. Ну, где-то приблизительно как кусочку лимончика, который ложат на Новый год сверху на холодец. Ну, вот как-то так. Его никто никогда не ест, он никого не интересует, но он там лежит. Что касается машин. Скажу откровенно, я не думаю, что имеет смысл за 11 500 покупать данный набор. Ну, просто потому, что ничего прям вау-крутого в нем нет. Периодически появляются наборы за 12 с половиной тысяч. Там, где действительно интересные машины встречаются. Ну, а что касается этих ребят, то М48А2, ну, крайне сильно переоценен и распиарен исключительно из-за своего внешнего вида. Хотя этот отвал имеет определенную изюминку в игре и дает дополнительный бонус, если будут быть фугасами. Все. Что касается АМХ, крайне унылая машина, и я не думал, что я это скажу, но даже в выборе между ледяным и АМХ, если прям в ангаре совсем ничего нет, то я бы брал ледяного. По одной простой причине, потому что у него хотя бы открытое оборудование будет все, и у него изначально есть какой-то внешний вид, который к нему прилагается, который вы не можете, кстати, поменять. Что касается АМХ за 5 косарей, то машина, ну, не стоит 5000 реально, если сравнивать даже с другими машинами. Это очень бородатый танк, и на сегодняшний день он крайне уныло играется. И он полностью голый за этих 5 косарей. Вы не получите крутого фармера, вы не получите какого-то фана, веселья и интереса в игре на данной машине. Поэтому покупать его, честно говоря, я лично не считаю за хорошую идею. Лучше подкопите голды и купите что-нибудь подороже, но более интересное, более играбельное. Что касается орудия, здесь неплохой ДПМ в 2300 единиц. Почему неплохой? Потому что для него, окей, нормально подойдет. Было бы там 2400-2500, было безусловно гораздо лучше. Что касается его среднего урона, то здесь 310 единиц, и вроде бы неплохо, но время перезарядки 8 секунд. И это прям вот совсем в притирку с чем-нибудь плюс-минус нормальным. Я бы так это охарактеризовал, что касается угла склонения орудия вниз, то минус 10, ребят. Это действительно комфортно, действительно удобно, но есть нюансы. Один из нюансов это время сведения, которое, ну, прям совсем неприятное в бою, и сейчас будем это заценивать. Что касается разброса, то в целом играется нормально, и я не могу к нему как-то цепляться. А вторым нюансом является то, что да, у него неплохо забронирована башня, но я бы не сказал, что хорошо забронирован корпус, и есть просто огромная, огромнейшая ком-башня, которая, как ты там не играй, от башни на каких-то неровностях ее будут выцеливать и будут пробивать. Ну, просто поверьте мне на слово. По бортам, по корме здесь по броне вообще разговаривать не о чем. Как я уже говорил, абсолютно честный обзор на канале есть, поэтому переходите по ссылке, там посмотрите подробности по броне, подробности по сравнению с другими машинами, ну и плюс к тому дополнительные катки на АМХ. Ну, а пока берем просто машину и поехали ее заценивать в первом попавшемся бою. Ну что ж, друзья, поехали, давайте будем начинать, это не обзор, но все же обсуждать машину. Подвижность у него, в принципе, приемлемая, я не могу сказать, что он там меня раздражает тем, что еле катится по карте. Минусом машины также является то, что он имеет, ну, крайне, крайне высокий силуэт, и если вдруг вы где-то там из какой-то, точнее, на какую-то горочку по чуть-чуть поднимаетесь, и при этом сбоку, как здесь сейчас, есть, допустим, какой-нибудь уступчик, то на другой, возможно, машине ваша башня картонная с боков не засветится. Ну, а если брать эту машину, то здесь, в бортину башни, промахнуться может только слепой, ну, либо тот, кто в бой не заходил, тогда промах вам обеспечит. Что касается других показателей, по времени сведения, ну, время сведения, как я говорил, меня немножечко раздражает, целых 4 секунды, и на этой машине, к сожалению, это ощутимо. Что касается точности, при полном сведении машина, в принципе, точная, и сказать, что вам сложно на ней играть на дальних расстояниях, нет, абсолютно не сложно. Выцеливать будете, будете попадать, скорость полета снаряда, в принципе, нормальная, приемлемая. То есть, знаете, если убрать вот этот момент со временем сведения, то в целом сама пушка довольно-таки неплохая. Мне лично нравится. Что мне не нравится? Мне не нравится то, что если вдруг ты попадаешь куда-нибудь в стычку с несколькими врагами, то шансов у тебя на то, чтобы вытянуть, ну, прям совсем в край мало. И на данной машине стоит играть, ну, по максимуму осторожно, по максимуму не выпячиваться вперед, по максимуму пытаться не отсвечиваться, и ни в коем случае, с учетом наличия у вас вот этой вот довольно-таки немаленькой по размерам комбашни, ни в коем случае, играя от башни, вам нельзя стоять на месте. Ну, просто потому что вы таким образом даете возможность выцелить эту хваленую комбашню, и поверьте мне, когда ее выцелят, вам прилетит, а, как правило, в ответ не успеваешь чего-то кинуть. Так, смотрим. Не понимаю, почему он меня сейчас не пытается пробить, я бы на его месте уже давно чуть-чуть приподнялся, воспользовался углом склонения орудия, ну, и дальше нормально бодро бы закидывал. Что касается приведенной брони, то приведенная броня по бортам есть, можно играть ромбом, и порой это довольно неплохо получается. Единственное, что, ребят, стоит помнить, что здесь есть вот по бокам такие два среза в верхней части корпуса, которые пробиваются, ну, просто-таки на ура, и именно они являются слабыми зонами. Как видите, у меня там сейчас есть соответствующее, подтверждающее данный факт отверстие, которое мне оставил недоброжелательный ко мне красного цвета товарищ. Поехали, попытаемся поиграть. 10 градусов угол склонения орудия вниз, это хорошо, но, как вы видите, с учетом формы, формы башни, формы корпуса в целом, приходится вылазить прям вот совсем на самый верх, для того, чтобы при этих 10, а точнее минус 10 градусах угла склонения, можно было сделать что-то годное, ну и, соответственно, в кого-нибудь попасть. Не знаю, сейчас вытянем бой, не вытянем, я-то со своей стороны сделаю все возможное, единственное, что у меня всего лишь 600 единиц запаса по ХП, если шершень в меня закинет, я останусь шотным, если я шершня при этом не заберу, я останусь шотным против крайне удачной машины, играющей против меня, которая фугасом меня вполне спокойно доберет, ну а гоняться за шершнем не фарт, не фарт, жаль, не закинул, гоняться за шершнем очень сложно, действительно машина подвижная, теперь мы попытаемся сделать чего-то другого. Сейчас мы попытаемся уехать отсюда, я очень сильно надеюсь, что шершень сейчас появится раньше, чем меня вынесет, я имею ввиду появится в засвете. Попытаемся сейчас точку захватить, у нас, в принципе, преимущество в том, что у меня есть запас прочности на один выстрел от шершня, а вот у нашего соперника на ПТхе, на Т95, у него проблема с его подвижностью, и в целом, если будет захват точки и дальше пройдет за счет очков захвата, то в целом можно будет вытянуть хотя бы по захвату. Так, отвлекся я, отвлекся я на комментарии в отношении... Очень хорошо, что мне прилетело после того, как я точку захватил, а не во время захвата. Ну, шершень, давай, спустись немножко ниже. Мне, в принципе, тебе закинуть надо совсем голему какую-то. Жить, ребята, просто надо жить мне сейчас, а каким образом это сделать, я пока не знаю. Пока живу, там дальше видно будет, время тянется, уныло, долго. Не исключено, что сейчас моя высоко приподнятая над землей башня сыграет со мной злую шутку. Пытаемся перекатиться. Что касается самого Танчика, я не могу сказать, что данная машина порадует вас прям каким-то супер веселым геймплеем. Он очень прост, вот прост во всем, в чем только можно быть простым в этой игре. Ничего уникального, ничего интересного, ничего выдающегося. Опять-таки, исходя из стоимости в 5000 в голом состоянии, я все время, когда подобные машины выставляют на продажу, вспоминаю о Левчике, которого выставляли на продажу за 5,5 в составе, ну прям совсем жирного набора. Вытащили все-таки по захвату, слава богу. Так вот, ребят, вспоминая по поводу 5,5 тысяч за жирный набор с Левчиком, который тоже является бородатой машиной в нашей игре, ну согласитесь, Лева за 5,5 куда интереснее, чем эта машина за 5 в голом состоянии. Если бы ее за 5 выставили хотя бы в составе такого набора, как Леву, ну окей, еще можно было бы о чем-то поговорить. А если бы туда еще кинули Дней Према или, допустим, там каких-то мистиков, ну тогда было бы уж совсем повеселей. Знак классности первой степени, 3000 нанесенного урона. Что касается фарма, то за вот этот выдающийся, как мне кажется, бой, 71 тысяча серебром с учетом према-аккаунта. Что касается, ребят, нашей результативности по команде, то победу одержали мы, это, мне кажется, абсолютно заслуженное и справедливое заявление. Но обратите внимание, мы первое место по урону занимаем, оторвавшись от второго товарища в нашей команде, буквально на каких-то, грубо говоря, 10 единиц урона. Можно сказать практически ни о чем. И поверьте мне, далеко не каждый бой у вас будет на 3 косаря урона. Можете рассчитывать 1000 на 2, 2 200. Это вот такой средний стандартный показатель, когда вы поймете, как на данной машине отыгрывать так, чтобы подольше прожить в бою. Ну а поначалу я думаю, что вы будете даже немножко раздосадованы, когда приобретете себе АМХ. Ну уж больно неживучая тачка и требующая от вас прям совсем аккуратной игры, несмотря на то, что это тяжелый танк, а не средний. Вот такой вот он АМХ М4-49. Если вы за честное мнение по поводу всего, что происходит в игре, как я уже сказал, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ну а буквально через полчаса-час выйдет видео, в котором мы выкатим из ангара М48А2 Раундпанзер и попробуем заценить его. Ссылочки необходимые есть в описании. Вас жду на своих видосах. Ну и, как обычно, мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok